Символично, что ветеран Великой Отечественной войны Александр Иосифович Игнатович родился 9 мая. В нынешний день победы он отмечает юбилей – 95 лет. Почетных гостей солдат встречают при полном параде, в кителе, на котором многочисленные награды. Орден славы третьей степени, орден красной звезды, медаль за боевые заслуги и две за отвагу. Это далеко не полный перечень. Каждая далась самоотверженным подвигам. Что рассказывать? Когда с первого дня войны батька убили, дом сожгли, а я уехал уже, я окончил ароклуб, готовили меня на морскую авиацию. Ну, мы с авиацией уже побили, заезжали на красноярск, на лечение, три с половиной. Потом Ленинградский фронт полностью, полностью Ленинградский. Нам очень приятно всегда в этот день поздравлять вас и хочется пожелать еще вам все-таки крепкого здоровья, долголетия, благополучия и оставаться таким активным человеком, каким вы у нас есть. Известный мозорский врач Анна Михайловна Будовская, которая отдала медицине более полувека и воспитала не одно поколение стоматологов, в конце прошлого года отметила 100-летний юбилей. Анна Михайловна 9 мая считает вторым днем рождения. Свою войну помнят в деталях до сих пор и ее воспоминания цены для потомков. День Победы – это я родилась на ново, это день рождения у меня. Я перестала жить на чужой фамилии, я стала обратно, то, что было. Потому что всю войну я прожила под искусственной фамилией. Столько я пережила. Пережить еврейки, остаться живой. Словам признательности и благодарности, которые звучат в адрес этих людей, нет предела. Тот подвиг, который они совершили, должен жить, и он живет. В весеннем ярком солнце, в зеленой траве, в детском смехе. В каждом моменте нынешней мирной реальности. Вы знаете, это очень самомужественные, ответственные, трудолюбивые и болеющие за свою родину люди. Они тогда, на тот период времени, никто не считался со своей жизнью, а только была поставлена задача победить любой ценой, и это выполнялось. И на протяжении всей жизни они доказывали уже в послевоенные годы, в годы восстановления после разрухи, своей трудовой работой на любых предприятиях города и района. С них только можно брать пример и равняться на такое достойное поколение. В доме ветерана войны Марии Антоновны Николаевой главу района встречают как искреннего друга. Елена Павлечко здесь нередкий гость. За чашкой горячего чая не менее теплая беседа. Только тот, кто видел войну, знает истинную цену миру. Как говорится, пусть счастье и радость будет во всем мире. И самое главное, чтобы чистое голубое небо было. Чтобы наши праправнуки жили счастливо. В силу возраста, в силу здоровья большинство ветеранов День Победы отпразднуют дома. Но никто из них без искренних поздравлений не останется. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь.